Этим деревьям уже более 50 лет. Когда стволы засохли, коммунальщики поставили на них метки. С тех пор прошло три года, однако деревья так никто и не спилил. Один из сухих тополей упал на автомобиль Евгения. Произошло это в воскресенье вечером. Кузов машины прогнулся до основания. Ремонт обойдется в десятки тысяч гривен. Парень рассказывает, упади дерева на несколько минут раньше, пострадал бы и он сам. С ремонта только забрал. Я же говорю, только забрал. Там видно новые запчасти, решетка еще даже не стоит. Все видно. И поставил, зашел. Зашла жена как раз в это время. И бабах, все. Ребенок расплакался. Я меня самому хоть скорой вызывать. С просьбой вывести упавшее дерево Евгений обратился в ЖЭК. После отказа написал жалобу в городской совет. Несмотря на это, за три рабочих дня ствол так и не убрали. Теперь по этой дороге не могут проехать другие машины. Акт я забирал с ЖЭКа. Директор мне задал вопрос. Говорит, а вы еще дерево не убрали? Так удивленно. Она не ждет, что я еще буду его и убирать. Был у мэра на приеме сразу. Ответ, в принципе, понятен. Виновного не найдешь. Спилить сухостой местные жители просят около четырех лет. За это время тополи падали более десяти раз. Несколько деревьев на территорию детского сада. ЖЭК абсолютно не реагирует. Писались заявления, были неоднократные жалобы. Но, тем не менее, никто эти заявления не принимает. О том, что происходит, они знают. Потому что здесь играют дети. Также не только малыши, но и рядом детский сад. Ежедневно детей водим. Малейший ветер. И мы идем уже с опаской. Смотрим, чтобы деревья. У нас полный двор детей. Страшно выводить детей во двор. За ликвидацию аварийных деревьев отвечает ЖЭК, рассказали в горсовете. За невыполнение обязанностей коммунальщиками городские власти намерены разорвать с ними договор. В декабре будет конкурс на обслуживание жилищного фонда города. И этот вопрос будет в красной линии проходить при рассмотрении заявок на обслуживание жилья. У нас не было заявки, что это дерево требует первоочередного решения. Это опять же все претензии к нашему жилищно-эксплантационному предприятию. Убрать рухнувшее дерево в мэрии пообещали до конца недели. Полностью очистить двор от аварийного сухостоя планируют за месяц. Евгений же намерен подать на коммунальщиков в суд. Хочет возмещения ущерба. Сергей Аганисян, Артем Молчанов, Панорама.